Привет. Ну что, этот день настал. Наконец-то может будет воочию наблюдать несовершенство самсунговского Exynos, хотя если верить википедии, правильно его назвать Exynos. Вообще мне нравится Samsung уже, наверное, последние лет пять. Я вхожу с их телефонами в качестве основного, сейчас вот только решил пересесть на OnePlus, и Exynos, конечно, удручает. И вот этот второй S20 прямиком из Гонконга, наверное, нам тут покажет, в чем разница, и она реально есть. Троттлинг, нагрев, игры, автономность, везде есть отличия, так что погнали. Телефон у меня в одном цвете, так что, чтобы не путать, поделка под названием Exynos будет в таком красно-розовом чехле, а богатырский Snap просто в прозрачном. Для тех, кто не в теме, Samsung на разных рынках продает свои телефоны, в России это божественный Exynos, в Корее, можно сказать, у себя на родине, она стоит уже Snapdragon, но единственный минус, там только одна сим-карта. А вот в Гонконге продается прям православный S20 на Snapdragon с двумя сим-картами, никаких ограничений, единственное отличие, зарядная вилка там не под нашу розетку, но это как бы мелочь. Ещё крайне непонятно, почему в Гонконге в комплекте есть чехол, причём нормальный, почти как Mi 10, такой с нормальными гранями, а у нас в России нет, чё за фигня. Вообще, с Samsung на Exynos я проходил, ну получается, месяца два-три, основные претензии у меня к нему такие. При любой задаче, YouTube, браузер, телефон греется, как будто ты игру на нём запустил. Под нагрузкой минут через 20 он принудительно скидывает частоту обновления экрана со 120 на 60 герц, и это прям дико заметную глазу и вообще вымораживает, но и Call of Duty единственная игрушка, в которую я могу хоть иногда подзалипнуть. На S20 на Exynos она идёт нормально, только на средних настройках, дальше это всё будет видно. Ну и начнём с простых вещей, чтобы пользоваться телефоном, его нужно хотя бы включить, поэтому перезапустим телефоны и с учётом моих кривых пальцев, Snapdragon оказывается на 5-7 секунд, чуть-чуть быстрее. Многие думают, хотя я раньше так тоже думал, что если в игры на телефоне не играть, то вот эта разница между процессорами в обычном использовании, то есть там просто при скроллинге нет, но она есть, хоть может быть и небольшая. Если по кругу запускать 16 разных приложений, то есть открыть первый раз, свернуть и запустить заново, сумме у Snapdragon на это уйдёт на 8 с небольшим секунд меньше, и это просто какие-то базовые вещи, потому что дальше этот разрыв будет только увеличиваться. Начинается тяжёлый контент, запускаем тест на троттлинг. С первых секунд Exynos показывает производительность примерно 120 гипсов, Snapdragon держится на уровне 220-230, то есть почти в два раза мощнее. Тут надо отметить одну вещь, это будет важно дальше и для автономности, под нагрузкой Exynos принудительно скидывает яркость экрана, это будет видно дальше в тесте Antutu, поэтому для объективности показателей яркость обоих экранов выставим на один уровень, на Exynos она скидывается примерно до 200 нит, а вот так же 200 нит поставим на снапе. Итоговые цифры такие, средняя производительность 126 гипсов на Exynos и 201 гипс на снапе, причём максимальная производительность Exynos в 140 гипсов даже не дотягивает до минимальной у снапа, у него на 186 гипсов. Но ради справедливости S20 на Snapdragon тоже показал не идеальный график, после 20 минут теста он почему-то скинул производительность, к примеру Black Shark 3 или Nubia Red Magic 5G, они тоже на 865 снэпе, у них график нот прям ровный. Температура. После часа теста на Exynos это 44, даже почти 45 градусов с самой горячей точки и это не рекорд, если запустить часа на два как они у Shadowgun Legends, температура вообще будет градусов 47. Снэпдрэгон же такой же холодный, как сердце твоей бывшей, в самом горячем месте температура всего 37,4 градуса. Разница по температуре получилось 7 с небольшим градусов и это реально очень много. И теперь, моё любимое. Как я говорил, под нагрузкой Exynos сдувается и даже в настройках, даже в интерфейсе он принудительно включает 60 кадров, даже если у тебя включено 120. Сразу после троттлинг теста проверяем, что включена частота обновление в 120 Гц и видим триумфальное падение этого чуда корейской мысли. Снэп по-честному даёт тебе то, за что ты заплатил, а жадный Exynos начинает беспощадно тормозить. И так везде, настройки, рабочий стол, когда первый раз с этим столкнулся, даже не поверил своим глазам, что за наглость вообще так поступать. Ну окей, запускаем Antutu. Для чистоты эксперимента 5 раз подряд и на снэпе, и на Exynos и прогнал этот тест, и вот то, о чём и говорил. Под нагрузку Exynos скидывает принудительно яркость экрана, вроде смотришь, ползунок выкручен на максимум, но снап может, а Exynos не может. Так что, если решишь на Exynos поиграть в яркий солнечный день, тебя ждёт обламинго. Antutu Snapdragon тоже выполняет секунд на 10 быстрее, но это уже даже как-то отходит на задний план по сравнению с остальными косяками. Ну и тут же можно увидеть промежуточный остаток заряда. При одинаковой нагрузке и с одинаковой яркостью Exynos успел разрядиться до 54%, Snapdragon только до 65%, но об автономности мы ещё поговорим. Итак, Antutu был запущен 5 раз подряд. Понятное дело, что баллов Snapdragon набрал процентов на 10 больше, но важнее тут другое. 30 градусов на снэпе, 54 на Exynos в первый прогон, потом 35, 58, 36, 59, 36, 63 и 38, 65. Дальше продолжать это избиение младенца, наверное, смысла не было, хотя в Москве сейчас прохладно и лишняя печка не помешала бы. Итого, с 54 до 65, то есть на 11 градусов нагрелся Exynos, причём до теста оба телефона перед этим полчаса полежали отдохнули, чтобы температура процессоров была на минимальном уровне и с 30 до 38 градусов нагрелся Snapdragon. 27 градусов разницы, это очень много, Samsung, почему, зачем вообще-то так с нами? Теперь протестируем память, тут не всё так очевидно. Стандарты памяти никто в телефонах не менял, UFS 3.0 встроенная, ELP DDR5 оперативная. Тест памяти был минут через 20 после троттлинг теста и по встроенной, Exynos опять пролетает в два раза. 700 мегабайт в секунду против 1500 снапа. А вот, кстати, по оперативной, впервые со Snapdragon что-то произошло и он выдал всего 17000 мегабайт в секунду, а Exynos прозрел аж до 22. Сами модули камер в телефонах стоят одинаковы, но в теории могли как-то поменяться алгоритмы обработки и вот это уже можно посмотреть. При этом важно, на обоих телефонах установлена последняя доступная прошивка, в том числе и приложение камера тоже имеет последнее обновление. Единственное, разные регионы. У Exynos регион Россия, соответственно у Snapdragon Гонконг. Ну, на самом деле вот по фотографиям, как не приглядываясь, заметить какую-то кардинальную разницу между телефонами особо не получилось. Всё как-то в рамках погрешности. То есть где-то может чуть лучше быть Snapdragon, где-то Exynos, причем не важно, фронтальная камера, ширик, основной модуль, зум или ночной режим, всё как-то в рамках допуска. Возможно, на S20 Ultra с её камерой всё немного было бы по-другому, но на младшем S20 по фотографиям особо разницы нет, напиши в комментарии, видно тебе что-нибудь или нет. А вот по видео уже не всё так однозначно и даже удивительно. Есть почему-то стойкое ощущение, что почему-то Snapdragon делает как-то более мыльную картинку, хотя как это возможно с учётом такой разницы в оптимизации, непонятно. Видео снято с супер стабилизации, сам стаб работает плюс-минус похожа. Фокус отрабатывает тоже ну окей, приблизительно одинаково, но ночью разница между телефонами становится более очевидной. 4К 30 кадров в секунду, Samsung Exynos Snapdragon. Супер стабилизация отключена, поэтому всё немного трясётся. Почему-то, вот например, по деревьям видно, что Exynos делает намного зеленее картинку, насыщеннее даже. А почему-то Snapdragon, что удивительно, а не наоборот, делают как-то более блекло. Ну и, кстати, как будто Snapdragon даже шумит, хотя всё реально должно быть наоборот. Вот опять, Exynos делает как-то чётко, а Snapdragon как будто камера заляпанная, но нет, она чистая. Ширик безбожно шумит и там и там, просто ужас. Блин, почему-то реально картинка на Snapdragon какая-то кошмарная. Ну, а вот тут, кстати, шумов на снапе поменьше. Ну и картинка менее чёткая, то есть реально какое-то мыло. И, кстати, здесь шумов реально больше на снапе. А вот тут как раз Exynos мылит немного. Вот здесь они поменялись местами. Ну и, конечно, игрушки. Протестируем на трёх. Call of Duty, PUBG и Shadowgun Legends. С него и начнём. Основные моменты. Ультра настройки, частота кадров 60 фпс. Оба телефона тестировались на горячую и игры запускались сразу друг за другом, чтобы вот прочувствовать, как телефоны себя ведут, если часик поиграть. Snapdragon вверху, Exynos внизу. Наверное, у меня не было ни одного телефона без просадок в этой игре. Snap держится почти всегда на уровне 60 фпс. Максимальная просадка была до 48. Exynos пыхтит показывает 35-40 фпс. В принципе, 60 тут он и не может. Там, где синяя полоска на графике, это был выход в меню, чтобы настройки показать. Call of Duty. Ну и настрадался я с ней. Во-первых, на очень высокой графике 60 фпс на Exynos и нельзя, на снапе можно. Поэтому оба телефона тестировались просто на высоких настройках и на максимальном количестве кадров. Опять же, там, где на графике синие полоски, это выход в меню для настроек. Snapdragon легко переваривает игрушку, на Exynos просадки уже до 40 фпс, ну и кто играет в эту игрушку знает, что это очень чувствуется и приходится понижать на средние. Хотя, даже если так, часа три поиграть в игрушку, в некоторых моментах могут быть просадки до 30, Exynos он не очень стабильен в этом плане. Ну и PUBG. В GFX выставлены настройки на HDR, фпс выставлен на 60 и включено сглаживание 2x. На Snapdragon все идет спокойно. 60, 59, 58, 60, 61. Максимальная просадка была до 56 фпс, это на глаз не особо ощущается. Exynos 35, 42, 39, 35, в общем играть так нереально. Выше 45 фпс он в принципе не прыгает. Еще раз, для объективности показателей, игры тестировались на горячую и в какую игру не зайди, Exynos везде будет сдуваться, это гадалки не ходи. Поэтому последний гвоздь в крышку гроба хваленого Exynos автономность. Один день, несколько прогонов Antutu, 1 час троттлинг теста, немного фото и видео, немного игр в перемешку и оставшееся время YouTube через Wi-Fi на максимальной яркости. При этом, так как Exynos любит скидывать максимальную яркость экрана, яркость экрана на Snapdragon тоже поправлялась под один уровень. Итого, Exynos выключился и пришлось подключать к розетке, показав 4 часа 40 минут экрана. На Snapdragon к этому времени оставалось еще 18% заряда. Еще за полчаса YouTube ушло еще 5%, осталось 13%. Полностью же он сел, когда было 6 часов 15 минут экрана. На этом избиение младенца, предлагая завершить, Samsung настолько зафакапила свой Exynos, что даже у себя на родине в Корее она продает телефоны на Снапе. Когда у меня был S10, тоже на Exynos, я конечно слышал, что 855 снэп лучше, как-то не обращал внимания, но теперь это просто жесть. Это был тяжелый контент, так что делайте выводы, пиши в комментарии, что думаешь по этому поводу, ну и конечно подпишись на канал. Я себе это дерьмо под названием Exynos больше не куплю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok